В этот праздничный вечер вас приветствует информационная служба новостей телекомпании Бук ТВ и я Виталий Матюшин. С первыми днями весны приходит ожидание особого дня, дня женщин, дня 8 марта. Именно в этот период меняется не только природа, удивительным образом меняется настроение. В мыслях появляется легкость и на душе становится радостно от предвкушения чего-то нового и обязательно хорошего, что должно вот-вот случиться. Главное не потерять это приятное настроение в суете привычных дел. И тогда весеннее волшебство обязательно произойдет. В нашем замечательном городе женщины всегда на особым счету, ведь ни одна сфера немыслима без присутствия женских рук, их тепла и таланта. И даже в самых мужских отраслях женщины служат вдохновением и украшением всего коллектива, олицетворяя с собой мир, терпение, красоту и любовь. Ну а на этой неделе, наверное, не осталось семьи или коллектива, где бы не говорили теплых слов и не дарили цветы прекрасным дамам. Наши корреспонденты подготовили материалы о мероприятиях, концертах, выставках и акциях, которые были посвящены женщинам. Смотрите, как это было. Каждая из женщин прекрасна и неповторима. Она обладает каким-то невероятным талантом успевать везде и всегда, держа под контролем десятки различных дел от домашних хлопот, здоровья близких до важных задач по месту работы. При этом ей под силу нести социальную и просветительскую миссию, вкладывать энергию и талант в развитие и процветание своей сферы, будь то образование, производство, здравоохранение, культура, банковское или коммерческое дело. Эти качества ценят не только в каждой семье или отдельно взятом коллективе. Заслуги женщин всегда в центре внимания руководства города. Анализируя основные наши достижения, я пришел к выводу, что, как правило, везде руководители женщин и тех отраслей, где мы достигли успехов. И это очень здорово, потому что только в строительной отрасли у нас женщин меньше, чем мужчин. Во всех других основных отраслях города доминируют наши замечательные брещанки и, по-моему, делают это достаточно успешно. Поэтому в преддверии такого замечательного, красивого праздника я здесь преследую две цели, встречаясь с женским активом. Первый, конечно, это поздравить и в их лице поздравить всех наших брещанок с праздником. Ну и дальше вторая причина – мобилизовать их на дальнейшие успехи социально-экономического развития. Торжественная атмосфера, изысканные нежные букеты и подарки. Добрые слова признательности в адрес каждой из 25 приглашенных женщин. Но самый ценный подарок для них – это то, что поддержку и свою важность они чувствуют не только в этот день, но и на протяжении всего года. Я как медик, мы оценили то, что ценят не только женщин, но и горожан, ценят здоровье наших горожан, администрация нашего города, области, администрация страны, глава государства. Мы чувствовали эту поддержку всё это время. Для меня было, на самом деле, достаточно удивительно оказаться здесь, на этом приёме. Я была, скажем так, приятно удивлена или даже поражена. Женщина – это оплот всего. Это оплот семьи. Это оплот нашего с вами государства. И мы не только надёжные в тыл женщины-брещанки. Мы и женщины, которые идут всегда с добром и миром для того, чтобы сохранить наши семьи и дать нам только положительные, хорошие эмоции. Всем женщинам прежде всего быть любимыми, потому что когда женщина любит и любима, у неё горят глаза. Поэтому любви, здоровья, радости, тепла и уюта в доме. И, конечно же, стабильности финансовой и стабильности у нас в Беларуси и в мире. Как никогда мы нуждаемся в женской мудрости, в женском спокойствии, чтобы эти ответственные для нашей страны, для наших судеб дни были наполнены теплотой, красотой, любовью. То есть, всём тем, что дарят нам наши любимые женщины. С праздником вас, дорогие брещанки! Всего вам самого наилучшего! Во все времена и эпохи женщина оставалась загадкой, которую пытались разгадать с тех самых пор, как существует само человечество. Ценители прекрасного, поэты, писатели, музыканты и художники стремились постичь её красоту и тайну. Женское начало через удивительное произведение изобразительного искусства, живую вечную музыку, созвучие весны и красоты, представила потрясающее шоу-костюмированная художественная выставка «Театр красок» в Брестском академическом театре драмы. Весна, как известно, это начало жизни, всё кругом пробуждается. А женщина, это женщина у нас по своей сути есть жизнь. Женщина и даёт жизнь каждому существу, которое и находится на этой планете. Поэтому праздник замечательный. Вот и у творческих наших людей возникла хорошая такая идея поработать и подготовить вот эту выставку, подарок всем нашим женщинам. Дорогие женщины, поздравляем вас с прекрасным праздником, праздником весны. Сегодня ваш день. Мы очень рады, что вы у нас есть. Благодаря вам у нас появляются стилы, появляются стимулы, появляются вдохновения, ради чего мы живём, ради чего творим. Зрители могли насладиться удивительным талантом 28 художников, которые представили 78 полотен. Свои произведения представили также ремесленники. На открытии вернисажа гостей удивляли своим творчеством талантливые артисты. Подарок удался, а сама экспозиция продлится до 4 апреля. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оригинально поздравили прекрасных дам и нотариусы Брестского нотариального округа. При этом в акции по бесплатному консультированию могли принять участие все желающие, независимо от пола. Заместитель председателя Брестской областной нотариальной палаты Татьяна Брестская не торопила посетителей, стараясь ответить на каждый вопрос максимально развернуто и доступно. Вопросы задают разные. В основном это касается оформления наследственных прав, оформления недвижимости. Многие спрашивают, что лучше сделать за вещание, либо дарение. Интересовались и договором ренты, и даже брачным договором. Мы пришли с бабушкой сегодня, и, конечно, очень приятно узнать, что можно узнать компетентный ответ от специалистов, от нотариуса. Поэтому я думаю, что это большая возможность, которой можно воспользоваться, почему бы и нет. Парадная форма, лучезарная улыбка, яркие весенние тюльпаны и комплименты. Все, чтобы, едва переступив порог, каждая из представителей с прекрасного пола чувствовала этот праздник себя самой красивой и счастливой. Вот так торжественно встречали в Брестском академическом театре драмы женщин-военнослужащих 38-й бригады. Да и сотрудницы театра пришли в этот раз на работу, как на праздник. Самая главная и отнименная часть нашей жизни мужской – это наша половина, которых мы любим, лелеем, уважаем. И традиционно мы поздравляем наших женщин, наших работников, сотрудниц. Впервые мы проводим это мероприятие в театре, в таком прекрасном заведении для того, чтобы сменить обстановку. Я хочу поздравить с наступающим 8 марта всех женщин, пожелать всем мира и добра, любви и цветения. К нам обратилось командование 38-й десантно-штурмовой бригады города Бреста о сотрудничестве, о проведении совместного поздравления наших женщин. И сегодня женщины 38-й бригады и женщины Брестского академического театра и Минского аэроклуба увидят, услышат прекрасные музыкальные поздравления в нашем театре. Дорогие, милые наши женщины, поздравляю вас с праздником, желаю любви, удачи, мирного неба и радости, улыбок на лицах. С праздником вас! Несмотря на то, что военная служба и работа в сфере искусства – диаметрально противоположные полюса, наши женщины всегда остаются источником женственности, доброты и тепла. Поэтому таким же теплым и весенним был концерт, который стал главным подарком. Один за другим звучали музыкальные номера, душевные песни и удивительные лирические стихи, посвященные прекрасной половине человечества, зажигая на лица женщин улыбки и не оставив ни одну из них равнодушной. «Женщина в погонах» На эти вопросы попытался ответить наш корреспондент Александр Богданович. Для этого он отправился в Брестскую таможню на мероприятие чествования сотрудниц большого коллектива таможенников. В Брестскую таможню пришла весна, а это значит, пришла пора поздравлять милых дам. В преддверии Международного женского дня 44 сотрудницам вручили юбилейные медали за усердие, которые они проявляют по службе. С поздравительным словом к представительницам прекрасного пола обратился начальник Брестской таможни Сергей Якута. От себя лично и от крепкого мужского коллектива таможни поздравляю всех женщин с этим ярким, добрым, светлым праздником 8 марта. Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, добра, тепла, спокойствия и уверенности завтрашних дней. Маленькую дочку одной из сотрудниц коллектив также наградил ценным подарком. Девочка тоже не осталась в стороне и нарисовала картину, которая теперь будет украшать стену административного здания Брестской таможни. Брестская таможня меня наградила ценным подарком. Я очень горжусь, что моя мама работает в таможенных органах. А в честь праздника 8 марта я нарисовала картину «Весенние цветы» и хочу ее подарить женскому коллективу таможни. Для многих сотрудников медаль 30 лет таможенным органам Республики Беларусь не единственная, так как за определенный период службы они смогли добиться высоких результатов. Но тем не менее они понимают, что каждая награда – это признание их огромного труда и вклада в развитие таможенных органов. Данная награда займет почетное место среди иных имеющихся у меня наград. Мне очень приятно, что в этот весенний солнечный день мой вклад в борьбу с экономической преступностью оценен, так как таможенные органы являются правоохранительными органами и выполняют данную задачу. А Брестская таможня в данном случае играет ключевую роль. Еще во время Великой Отечественной войны девушки массово шли служить не только в тыл, но и на передовую. Всего на фронте в разное время сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. И сегодня девушки в погонах стоят на страже нашей Родины. Поэтому в Брестской таможне такое трепетное отношение к сотрудницам прекрасного пола. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ. Таковы они, женщины в погонах. Соответствуют ли они собирательному образу из фильмов, решать, конечно, зрителю. Одно не поддается никакому сомнению, наши героини остаются женщинами и мамами. Хрупкими, нуждающимися в заботе, любящими в прекрасный праздник 8 марта, они заслуживают самых лучших пожеланий. Как и героиня нашего следующего сюжета, мама, родитель-воспитатель дома семейного типа Лариса Валитова. Для этой женщины семья – это могучее слово, включающее в себя очень многое. Она не предполагала, что будет многодетной мамой, но жизнь распорядилась иначе. Вместе с супругом они стали родителями-воспитателями 8 детей. В эту профессию идут только по зову сердца. Люди изначально готовы отдавать больше, чем получать, и становятся приемными родителями. Накануне праздника наша съемочная группа провела один день в доме, где не смолкают детские голоса, и узнала, как многодетной маме удается окружать вниманием и душевным теплом всех домочадцев. Любовь, взаимопонимание, уважение, позитивный взгляд на мир, общие дела и хобби – все это объединяет семью Ларисы Валитовой и Виталия Ивановой из Бреста. Они воспитывают восьмерых детей – шестероприемных и двое родных. Василиса и Максим, Миша, Мелисса, Саша и Дима, Кира и Тимофей – все они жители большого дома семейного типа. В их уютном гнезде всегда тепло и радостно. Они не делят обязанности на мужские и женские – таков кодекс. Но есть и исключения. Когда папа на работе, мама выполняет обязанности за двоих. А их у Ларисы Александровны очень много. Всем уделить внимание, навести красоту девочкам, мальчишек угомонить, а также убраться, приготовить вкусняшки. Но при всем при этом есть и свои обязанности у ребят. Они всегда помогают родителям. А за столом обсуждают все новости. Ноль? Две девятки. Почем ноль? Почем ноль? Не по каким? А, ничего не получил. Что, Димочка, ты получил? Шесть. Девять получил. Девять получил. Молодец! Поздравим Мишу с первой девяткой! Ура! Наша съемочная группа приехала в гости ближе к вечеру. Поскольку днем застать всю семью в сборе практически невозможно. В обычные дни мальчики и девочки учатся. Посещают кружки и секции. А глава семейства трудится в областном краеведческом музее. Двухэтажный коттедж наполняется многоголосием. Только ближе к вечеру. Все, как в обычной семье. Собрать всех за одним большим столом – это крайняя-крайняя редкость. То есть мы все настолько организованы и все настолько ходим и посещаем столько разных кружков, что даже в субботу редко, когда мы можем прийти и все вместе собраться большой семьей. Вот, поэтому где-то, ну, конечно, мы пытаемся находить время на каждого ребенка, но у нас большинство детей – подростки, с которыми уже не особо-то поиграешь. Уже надо поговорить о про девочек, о про носочки, о научить их, как в обществе себя вести, как не огрызаться. То есть мы находим время с каждым ребенком, потому что каждый ребенок индивидуальный, и каждому нужен свой подход. Бесспорно, все дети разные, но не только в характере, но и во вкусовых предпочтениях. Но с мамой не поспоришь. Тем более, что Лариса Александровна – знатный кулинар. Она за полезное здоровое питание, ароматные каши, наваристые супы и витаминные салаты – в семье в чести. Мы прививаем нашим детям здоровый образ жизни. Мы против чипсов, против этих всех кока-кол. Да, конечно, это все не усмотришь, где-то они, идя в школу, там понятно, что заходят, забегают. К ним же приходят еще свои родители, то есть где-то какие-то карманные расходы даются. Мы же не будем контролировать, куда. Это ребенок вправе расходовать эти деньги сам. Мы приучаем, что суп должен быть каждый день. То есть каша с утра – это вот как проснулся, уже Мелисса, например, мама. Можно рисовую или можно пшеную, такую-то, такую-то. То есть на самом деле все легко и просто. Когда существуют такие дни, когда мы готовим вместе. Например, мы хотим жареной картошки. Ура! Жареная картошка в воскресенье. Что такое для нашей семьи жареная картошка? Это пол ведра, пол мешка. То есть мы приходим на кухню, вот точно так же садимся, только у всех ножи в руках. Не только интересы, но и характеры у всех детей разные. Поэтому родители стараются развивать лучшие черты и индивидуальность каждого. Ограничивают в гаджетах, но балуют в другом. Запоминающиеся семейные праздники, поездки в детский центр, кинотеатр, велосипедные прогулки. Дети послушны, ведь авторитет родителей для них безоговорочный. И несмотря на то, что дети дать интервью постеснялись, по их взгляду можно понять, как они любят и ценят своих родителей. Если ты где-то дашь слабину, то, к сожалению, современность такова, что тебе сразу дети это видят, и они тебя начинают использовать. Поэтому мы стараемся гнуть одну линию. То есть мы справедливые родители, которые всегда готовы выслушать и которые всегда готовы помочь. То есть у меня все время слезы на глазах, когда ко мне приходят наши подростки, 15-16 лет, рассказывают о своих отношениях, рассказывают какие-то такие секреты, которые ты не всегда приходил к своей маме, папе, делился. А тут, во-первых, чужой ребенок, он тебя воспринимает не совершенно как свою родную мать, потому что биологические родственники имеют право сюда приходить. То есть у них у всех есть биологические родственники, почти у всех. Но это настолько приятно, что они в тебе, в нас, во мне видят вот эту сторону, в которой хочется поговорить. То есть я не отшиваю, ой, извини, я сейчас варю суп, мне некогда. Нет, да, я варю суп, например, но в это же время садись, мы с тобой поговорим. То есть каждому ребенку нужно уделить время, потому что он потом к тебе не придет. Вместе весело шагать по просторам, поется в песне, а еще весело и дружно можно делать и другие домашние дела. Уборка территории, наведение порядка – эта задача тоже выполняется. Всей многоликой, многоголосой семьей совмещается приятное с полезным, как говорится, труд облагораживает. По воскресеньям, например, мы можем собраться вместе, выйти во двор, у нас огромнейший двор. То есть либо мы занимаемся нашим двором, то есть это приводим в порядок его, либо мы какой-то мячик берем, либо у нас есть еще беседка, то есть мы какие-то настольные игры можем сделать. Иногда мы объединяемся с несколькими домами, то есть приглашаем к себе на территорию, например, первый дом, второй или третий. И наши дети вместе, да, эстафеты какие-то устраивают. То есть иногда познавательные кружки, то есть в честь 9 мая, например, в честь 23 февраля, или там день СПИДа, или день защиты детей. То есть мы объясняем детям, что это такое, они рисуют на эту тему, мы потом выбираем лучший рисунок. Ну то есть вот так вот интересно проводим с ними вместе время. Что касается режима дня, то в доме Ларисы Валитовой и Виталия Иванова дисциплина. Конечно, как и в любой семье случаются непредвиденные ситуации, но к ним здесь научились относиться по-философски. Разбор полетов на семейном вече. Также, подчеркивает Лариса Александровна, очень важную роль, если не основополагающую, воспитание играет личный пример взрослых. У нас есть такая штука в семье, называется семейный совет, где мы даем право нашим детям высказаться. То есть мы садимся всей семьей за большой круглый стол и говорим, дети, что вам не нравится, что бы вы хотели поменять. Не стесняйтесь, не бойтесь, то есть мы не монстры тут какие-то, да, а мы вместе с вами, мы помогаем вам сейчас жить. Да, вы оказались в сложной жизненной ситуации, наша задача вам сейчас помочь. Давайте вместе, мы где-то, может, со своего возраста уже можем это не понимать или еще что-то, поэтому сами говорите нам. Говоря о трудностях, Лариса Александровна невзначай бросает. Трудности – это когда болеют дети, а все остальное – мелочи жизни. Она надеется, что детки вырастут достойными, добрыми людьми и понесут по жизни то лучшее, что впитали в своей семье. И, конечно, мы не смогли не задать Ларисе Александровне такой простой и одновременно такой сложный вопрос. Современная женщина – это слабый или сильный пол? Женщина – это тот человек, это то создание, которое делает вид, что она слабый пол. Она просто делает вид. Но на самом деле только поддержка супруга, только помощь и взаимопонимание. То есть мы где-то в течение дня можем быть как лошади, которые тянут на себе, но вечером, когда приходит супруг, мы позволяем себе быть слабым полом, который просто улыбается и говорит, ой-ой-ой, я хочу платьишко, например, как девочка. Вот. Поэтому, мне кажется, мы вообще все равноправны. Абсолютно. Главное – делать и быть уверенным в том, что ты делаешь. И все. И любить свое дело. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Женщина. Постоянная загадка. Ее невозможно до конца понять и очень сложно разгадать. Мужчины на протяжении веков старались добиваться расположения женщины, бросая им под ноги целый мир, а женщина хотела всего лишь больше внимания. Она так и осталась загадкой для этого мира. Мы, мужчины, говорим, чтобы понять женщин, надо стать женщиной. А если ей стать невозможно, то нам остается только одно – принять женщин такими, какие они есть, полными загадок и милого очарования в своей индивидуальности. И мы стараемся это делать. Александр Богданович побывал на концерте в честь прекрасных дам и еще вышел в свет в канун женского дня и узнал, как готовятся брестские мужчины честовать своих любимых и дорогих сердцев у представительниц прекрасной половины человечества. 8 марта – прекрасный женский праздник. В этот день миллионы мужчин по всему миру ходят со задаченными лицами и размышляют, чем порадовать своих любимых дам. Съемочная группа телеканала Бук ТВ вышла на улице Бреста, чтобы узнать у наших мужчин, как они планируют поздравлять любимых женщин. Атмосфера города наполнена легким ароматом тюльпанов и пряным запахом мимозы, будто у природы есть свои духи, и они под каждую пору года разные. И для весны она выбирает прекрасные нежные ноты, она растапливает суровые мужские сердца и сильная половина человечества, оккупирует прилавки с волшебными цветами и долго выбирает тюльпан под цвет настроения своих любимых женщин. Всех девушек поздравляю с 8 марта, желаем счастья, любви и чтобы дарили много-много цветов, у них были улыбки на устах, и все были счастливы и радостны. Мир во всем мире. Хочу поздравить всех дам нашего города Бреста и всех моих родных девочек с этим знаменательным женским днем 8 марта. Милые дамы, поздравляем вас с 8 мартом, мы вас любим, наверное, ради вас мы и свершаем все подвиги, которые существуют, и можем себе позволить, поэтому мы рады, что вы у нас есть, жены, матеря, сестры. Спасибо вам. И, конечно, практически всю неделю в преддверии такого нежного и уютного праздника в городе над Бугом проходят различные мероприятия. Среди них концерт в общественно-культурном центре, посвященном 8 марта. Для наших прекрасных дам выступали заслуженные артисты и известные коллективы. Приятно видеть, когда у женской половины зала весь концерт с лиц не сходила улыбка. Это значит, что организаторам удалось справиться с главной задачей – подарить хорошее настроение женщинам в преддверии светлого праздника. Поздравили милых дам с этим прекрасным светлым днем и главы администрации города над Бугом. Несмотря на постоянную занятость, в преддверии 8 марта любой мужчина найдет минуту, чтобы сказать пару теплых слов в адрес милых дам. Я хотел бы от администрации Московского района поздравить всех женщин города Бреста с наступающим международным женским днем, с праздником весны, пожелать всем весеннего настроения, радости, души, мира, добра, здоровья и всех благ. Жительниц Ленинского района, всех женщин, трудящихся в Ленинском районе и в городе Бресте, хочу поздравить с наступающим 8 марта. Хочу пожелать добра, тепла, улыбок, хорошего настроения, молодости и, конечно, мирного неба, чтобы нам, защитникам, не пришлось никогда в самом деле с оружием в руках защищать вас от любых невзгод. Весна пришла, город над Бугом, украсив улицы живыми цветами. Все вокруг говорит о том, как прекрасен этот мир, эта природа, что все на самом деле могут жить в гармонии и счастье. И именно женщина освещает мир красотой. Я, корреспондент телеканала Буг ТВ Александр Богданович и оператор Андрей Щерба, Поздравляем любимых женщин с 8 марта и желаем им всего самого наилучшего тепла, любви и улыбок. С праздником, дорогие женщины! Милые, очаровательные, прекрасные женщины Брещины, поздравляем вас с 8 марта. В самый весенний праздник желаем вам 8 женских весьма необходимых вещей. Мира в семье, покоя в душе, здоровья, радости, любви в сердце, легкости, приятных слов и красивых цветов. Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость. Желаем вам в этот день не просто получить от жизни свою долю счастья, но и крепко взять судьбу в свои руки и устроить все кругом по своему вкусу. Пусть с возрождением природы и приходом теплых солнечных дней в ваших душах рождается надежда на лучшее и поднимается настроение. Любите и будьте любимыми! С праздником! С днем 8 марта! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова